Здравствуйте! Вы смотрите программу Блогеры 2.0. Традиционно силен миф, что недвижимость одна из лучших и наиболее доступных для рядовых граждан инвестиций. Выгоды понятны, этот актив всегда в цене, практически не имеет рисков, в квартире можно жить и, наконец, сдавать, получая рентный доход. Так, инвестиционная стратегия «куплю три однушки под сдачу и больше не буду работать» долгое время считалась беспроигрышной. Но сегодня реальность диктует новые правила, и фейсбукчане рассказывают почему. Мечта многих казахстанцев иметь инвестиционную недвижимость в городе Нур-Султане и обеспечить свое финансовое благополучие на пенсии. На самом деле инвестиционная недвижимость более капиталоемкий финансовый инструмент, в отличие от инвестиций в индексные фонды. Акции, евробонды или паевые инвестиционные фонды. Судя по аналитическим раскладам фейсбукчан, работать все равно придется как минимум для того, чтобы содержать этот самый недвижимый инвестиционный актив. И вот сетевики посчитали, взяли в расчет стоимость квартиры в Нур-Султане в 20 миллионов тенге, добавили косметический ремонт около 3-4 миллионов, оплату коммуналки, возможные простои по оплате и поиск новых жильцов, а также расходы на мелкий бытовой ремонт. Химчистку и клининг после смены арендаторов и поняли, что не так прибыльная недвижимость, как о ней рассказывают. В результате средняя доходность В общем, схема заработка на жилье уступает банальным банковским депозитам из-за высокого порога входа. Открыть вклад в банки можно практически с любой суммы, а цены на квартиры начинаются от сумм с шестью нулями. Но цены на недвижимость постоянно повышаются. Пытаются убедить себя комментаторы, желающие продолжать верить в мифы инвест-привлекательности жилья. Мол, пока квартира стоит, она только дорожает. На самом деле нет. Судя по аналитическим данным самих же риэлторов, цены на квартиры за последние пять лет упали на 5%, а срок совершения сделки по квартире вырос вдвое. Притом, если хозяин не готов серьезно уступать. Это не коснулось привлекательных предложений по новостройкам, которых становится все больше. При том, что ставки по ипотеке снижаются, средний потенциальный покупатель молодеет. Это может спровоцировать сокращение спроса на аренду. Это пока не значит, что аренда исчезнет, но уровень доходности подобного рода инвестиций определенно будет снижаться. Люди отказываются от съемного жилья в центре и в спальных районах и берут ипотеку в новых домах и в новых микрорайонах. Если платить, то за свое. По данным риэлторов столицы, сегодня главный покупатель квартиры – женщина в браке с одним ребенком. Квартира приобретается на ипотечные средства. Самые активные покупатели недвижимости – люди в возрасте 26-34 лет. Около 44% совершаемых сделок. На одно туристское направление в нашей стране может стать больше. Казахстанцы весьма пожалели, что могут не успеть увидеть своими глазами движение льда на Копчегае. Судя по фотографиям, выложенным фейсбукчанкой Нурикою Шакбаевой, приход тепла на Копчегайском водохранилище – удивительная пора. И даже не просто удивительная, а удивительно красивая. Голубые льдины расположились так, чтобы посетители смогли увидеть их со всех сторон. Движение глыб, как рассказывают сетевики и очевидцы, сопровождается мощным хрустом. Несмотря на то, что лед тронулся, спутники автора снимков не побоялись по нему ходить. А мне так еще нравится звук льдинок, когда они становятся размером 30 на 30, как погремушки о берег бьются. Смотря на красоту, все же хочется, чтобы туристы и руководители туристских групп неукоснительно выполняли рекомендации, особенно в такой период, при планировании маршрутов, связанных с выходом людей на лед. Во избежание несчастных случаев и происшествий рекомендуется отказаться от проведения массовых мероприятий и пеших переходов по льду на всех участках водохранилища. И на этом у нас на сегодня все. Если вам есть что предложить нам для обсуждения в программе, пишите мне в личных сообщениях, либо оставляйте комментарии в социальных сетях. До встречи в эфире и в Казнете. Редактор субтитров А.Семкин